Приветствую вас и подробные вещи, прислушиваться к мужу, можно делать и делать довольно успешно, только при условии, если вы сами удовлетворены. То есть нельзя прислушиваться к другому человеку, если у вас у самой, например, есть какие-то проблемы. Ну то есть проблемы, например, с реализацией своих желаний, проблемы, например, с реализацией своих потребностей, проблемы, например, с реализацией того, чего вам хочется, проблемы, например, с реализацией того, что вам нужно. То есть если вы испытываете неудовлетворенность из-за этого, по этой причине, то, к сожалению, нельзя говорить о том, что вы к своему мужу будете прислушиваться. Ну просто потому, что у вас свои желания, у вас свои потребности, да, чтобы еще к мужу прислушиваться. Поэтому здесь нужно для начала подумать о том, что чего вам не хватает. Это первое. И второе. Значит, смотрите. Какая получается вещь. Мужчина, он ведь чего-то хочет, да, ну, ему что-то нужно, может быть, отлав, может быть, вообще, да, ему и что-то нужно. Значит, соответственно, вопрос, вопрос, который у меня к вам такой, ну, сперва. Знаете ли вы, что ему нужно, знаете ли вы, чего он хочет, а если у вас, значит, отдаете ли вы себя чёрт в том, в чём ваш муж нуждается. Как вы воспринимаете его, своего мужа, да, то есть, ну, как вы к нему относитесь, например. Хотели бы, хотели бы вы, чтобы он был счастлив, соответственно, да, вот. Хотели бы вы, чтобы у него всё было здорово. Хотели бы вы, чтобы мужчина был удовлетворён, вот. То есть, это вот, ну, такие довольно важные моменты, о которых обязательно нужно подумать. Какое место вообще в вашей жизни занимает мужчина? Что он вообще для вас? Что он из себя представляет? Для вас, опять же. Понимаете, какая штука? Потому что, если, например, вы его не уважаете или, грубо говоря, считаете, допустим, что его не за что уважать. Да, ну, может такое быть. Можете вы считать, что его не за что уважать, например. Ну, например, может такое быть. Ну, вполне, 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 вот. Ну, и, как бы, как в этом случае вы будете, значит, доставлять себя прислушиваться к нему? Маловероятно, маловероятно, что вы будете к нему прислушиваться к такой ситуации. Потому что, чтобы к человеку прислушиваться, нужно хотеть для него счастья, хотеть для него чего-то хорошего. Хотеть для него чего-то позитивного. Опять же, просто так нельзя. То есть, ну, чтобы желать чего-то позитивного для человека, нужно прибавить, как бы, самостоятельно, в гармонии быть. Да, мы сами об этом и говорили. Ну, я вам об этом сказал уже. Вот. Понимаете, какая вещь? То есть, да, и прислушивались ли вы когда-нибудь? К мужчине-то вообще, вот. Вот в чем вопрос. Прислушивались ли вы к нему вообще когда-нибудь? Вот. Если да, то что изменилось? Почему перестали? Прислушивались ли вы к нему прислушиваться? Ну, сейчас, вот в данный момент. Почему поменялось что-то в вашей ситуации? Что, что-то заставило вас? Перестать к нему прислушиваться. Какие моменты? Понимаете? Ну, и вот, все в таком духе. То есть, если у вас есть именно проблемы с мужем, именно проблемы с мужем, то есть, ну вот, то, что вы не прислушиваетесь к нему, да, то, что вы его не слушаете, у этого же есть причина. И, ну, скорее всего, так было не всегда. А с чего все началось? Понимаете, да? То есть, сперва ответите себе на эти вопросы. Вот. Соответствую ли я необходимым условиям для того, чтобы я могла прислушиваться к своему мужу? Дальше. Достоин ли он, по моему мнению, того, чтобы я к нему прислушивался? А в чем я должна по его мнению и по моему мнению прислушиваться к нему? Вот. Это все такие довольно серьезные вопросы, на которые вам нужно найти ответ. и я полагаю, что тогда, ну, это можно будет сделать как самостоятельно вам, так и в процессе работы с психологом. Вот. И тогда вы уже сможете определить, да, вот, если, например, ну, ответить себе на вопрос. А если как бы я к нему не прислушиваюсь, если я не хочу прислушиваться к мужу, так, может быть, мне с ним и делать нечего, тогда. Зачем же я с ним нахожусь тогда вообще? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!